Новогодние праздники это не только аромат хвои, но и обязательные килограммы мандаринов и апельсинов. Уж не знаю почему, но именно в эти дни на наших столах просто килограммы этого полезного желтого цитруса. Я бы советовала вам не выбрасывать корки от тех же самых мандаринов, потому что они могут принести вам очень много полезного в быту. И как вы догадались, сегодня мы поем оду апельсиновым мандариновым коркам. Мандариновые корки – прекрасная находка для всех женщин. Что я советую сделать? Залейте мандариновые корки водой. Дайте настояться буквально 2-3 дня. Затем эту жидкость вы разливаете по формочкам для льда и замораживаете. Каждое утро вы протираете лицо волшебным и полезным тоником из мандариновых корочек. Высушенные корки мандаринов и апельсинов применяют как ароматизаторы при какой-либо выпечке. Также очень полезно добавлять корочку в банку с чаем. Если хотите, можно добавить корочку засушенную или свежую прямо в чай, и вы получите очень восхитительный аромат. Мандариновые корки, оказывается, очень пригодятся и нашим мужчинам, которые любят жарить шашлык. Мандариновые корочки очень полезно добавлять в маринад, в котором вы маринуете мяско. Мяско получается мало того, что нежное, оно еще будет с таким ароматом, что ваши гости устанут разгадывать, какую же специю вы туда положили. Вы не поверите, но засушенные мандариновые корки прекрасно разжигают камин или печь. Помимо того, что они выполняют роль сухих дровишек, они еще во время горения будут распространять приятный мандариновый аромат по всему дому. Следующее полезное применение мандариновых корок пришло к нам из Японии. Поверьте, японки знают толк в красоте. Что они делают? Они берут мандариновые корочки, сухие или свежие, засыпают в любой мешочек, распаривают в горячей воде и используют этот мешочек как мочалку. В таком распаренном виде мандариновые корки приносят тройную пользу. Это массаж, аромат и витамины для кожи. Еще одно очень полезное народное средство применения мандариновой кожуры. Если в вашем доме живет кот или кошка, которые любят метить углы или какие-то определенные участки вашей квартиры, то в эти места нужно разложить мандариновые корки. Хозяевам котов-любителей погрызть, распотрошить, поломать комнатные растения, я бы тоже посоветовала положить мандариновые корочки в любом виде на подоконник или прям в горшки с цветами. Кушайте все праздники этот полезный оранжевый цитрус. Складывайте корки в какую-нибудь баночку, а после новогодних праздников смело пускайте мандариновые корки в дело.